приветствую всех это программа пульс рынка программа которая напоминает записывается вернее записывается в момент прямой трансляции пятничного стрима 28 февраля мы проводили этот стрим соответственно опубликоваться она будет уже чуть позже 2 марта и эта программа где вы сможете узнать о том чем будет рынок жить ближайшие так сказать неделю 2 по 7 число то есть что у нас находится в фокусе а вот конечно это очень важно сейчас ремарочка потому что за выходные да и даже за 5 за один день на самом деле может произойти все что угодно но я постараюсь не поддаваться какой-либо панике да не говоришь что все плохо что вирус не вирус а мы с вами пора бежимся по тем вещам которые более-менее объективные за которыми однозначно стоит следить и так первое на что я бы обратил ваше внимание в заголовке она находится на это китай китай у них был новый год который после которого они проснулись с 15 процентный провала по фондовому рынку и вот они отчитываются все прекрасно понимают да что значение в китае будет ну так как безусловно плохие да и мы сами видим что прогноз в целом где очень плохой но вот здесь вот есть фильтры чисто по китая на какие даты обращать внимание во первых это второе число 4 4 45 м время московская то 4 утра будет опубликован за деловой активности в производственной секторе очень интересно посмотреть значит посмотреть то ладно бог с ним да просто ощутить на себе 4 марта не будет опубликован тоже сделать и на сфере услуг и здесь тоже дамы и что прогноз откровенно говоря отстой торговый баланс которые по-разному может быть экспорт и импорт это уже 7 марта основные даты это второе и это 4 марта чем это важно это важно тем что весь мир так либо иначе узнает насколько плохо в китае да насколько плохо в китае какой ущерб нанес китаю то есть коронавирус может быть какие-то еще комментарии на эту же тему появится прикол в том что еще раз повторюсь что тем коронавирус она больше носит такой панический характер да для рынка на мой взгляд более важно то что в мире идет изоляция изоляция городов друг от друга с китаем изоляция китай от всего мира отсутствие авиаперелетов отсутствие там сообщение нарушается деловые и торговые связи вот что на самом деле важно и что наносит больший ущерб поэтому надо посмотреть да насколько нанесено был ущерб это будет очень важно дальше что интересное может реализоваться на следующей неделе это австралии с ее процентной ставкой тут стоит отметить что скорее всего вера я не знаю насчет того что скорее всего не скорее всего ну давайте так 3 марта будет опубликовано решение по процентной ставки а сейчас она 075 в прогнозе вроде бы сети тоже как 075 но проблема как говорится на лицо и одновременно с процентной ставкой будут публиковаться данные вернее будет публикация сопроводительное заявление она обязательно будет нашим информационным телеграм-канале не может быть в инстаграме теперь да все дело запилиться но прикол весь в том что очень важно последить за тем как какие какая риторика последует со стороны астралии резервного банка австралии напоминаю что проблема на самом деле в австралии и возникает необходимость понижения процентной ставки и более того вы видите прекрасно как австралии сдал как австралийский доллар снижается в паре австралийс доллар доллар и и и все это происходит на общем ослабление доллара сша то есть австралии страницкий доллар и на вязанский доллар слабеет значительно сильнее чем это чем это делает доллар сша поэтому остается только гадать с какой силой в диспорт этим если и доллар начнет укрепляться и почему это происходит почему происходит это ослабление да потому что рынок просит понижение процентной ставки вы можете посмотреть используем вот эту табличку на текущее ожидание год назад мы с вами уберяло Но это ожидание о процентной ставке на базе доходности долговых бумаг. Они снижаются. И годовые долговые бумаги сейчас торгуются в районе 0,59. Двухлетние 0,52 и трехлетние 0,49. В принципе можно сделать вывод, что процентная ставка на дюрации до ближайшие 5 лет спрашивает понижение процентной ставки на 0,25 байсных пунктов. То есть несмотря на то, что в экономическом календаре сейчас написано, что ожидается процентная ставка 0,75. Если Резервный банк Австралии пойдет на снижение этой процентной ставки, то есть процентная ставка по итогу будет 0,5, то это не будет таким серьезным провалом. Это конечно будет понижение, но не серьезное, не сильное, как это было бы в обычном рынке. Почему? Потому что участники рынка уже так либо иначе немножечко закладывают все эти ожидания. Итого получается, что многое будет зависеть еще от того, с какой риторикой будут публиковаться эти ставки. И скорее всего они будут мягкие. Если в этот раз понижение процентной ставки не будет, но его пообещают, так сказать, на апреле, там когда следующее заседание, то это тоже конечно приведет к снижению австралийского доллара. Но в незначительных ситуациях. Я сомневаюсь, что Резервный банк Австралии скажет, что у них в экономике все в порядке. Если они это скажут, в моменте австралийский доллар на это может вырасти. Но это будет, наверное, в основном хорошие цены для продажи. Потому что это глупость. Откуда у них там все хорошо, когда в Китае все может быть плохо. Вот примерно так. То же самое стоит обратить внимание на зону евро, на уровень инфляции, которая только-только набрала какое-то значение позитивное с октября 2019 года. Напомню, что Европейский центральный банк внимательно следит за этим показателем. И 1,4 это вроде бы как достижение. Еще чуть-чуть до 2% до целевой отметочки. И нифига, коронавирус, Италия, Германия, все там сейчас полягут. В общем, 3-го числа также публикуются уровень инфляции. Если он будет в соответствии с прогнозами, 1 или 2, это, конечно, плохо для европейской валюты. И вполне возможно, что именно с этими данными рост евро по отношению к доллару и может закончиться. Внимательно следим, безусловно. И следим, в принципе, за риторикой. Напоминаю, что ЕЦБ ему, в принципе, выгодно. Дешевая европейская валюта по отношению ко всему. Но вот то, что инфляция может завалиться, ну а если в случае двинуться обратно вниз, это еще очень плохо. Это нас заставит обращать внимание на все пресс-конференции Кристин Лагард и вообще ждать от них конкретных действий. Потому что дальше дело не пойдет. Интересно посмотреть за процентной ставкой Банка Канады, которая будет публиковаться 4 марта. 1,75 у них текущая ставка. Причем они держатся очень сильно. И здесь, наверное, посмотрим мы за нефтью. Вот они, скорее всего, оставят ставку без изменения. Вот как было 1,75, так и оставят 1,75. Особых предпосылок нет. Во всяком случае, они об этом никак не сигнализируют рынку. И единственное, на что они могут обратить внимание, и будем следить, как именно они будут обращать на это внимание, это нефтяные котировки. Падающие нефтяные котировки. Внимательно последим, насколько это бьет по их экономике. В Канаде это раз. И во-вторых, что они могут предпринять. То есть, если будут явные посылы в сопроводительном заявлении, что все плохо, что риски увеличиваются, все очень не классно. И если что, мы готовы понизить ставку. Это прямая, так сказать, намек на то, что ставка в Канаде будет понижаться. Доллар США от этого должен пойти на снижение. Ну, а соответственно, пара доллар, канадский доллар, и еще увидеть какой-то рост. Ну, вот, если такова, конечно, будет риторика. В США уровень безработицы будет публиковаться в пятницу. Потому что 6 марта, это первая пятница месяца. Ну, здесь сказать особо-то нечего. Кроме того, что запредельно низкий уровень безработицы. Ниже был, да, там, не помню. Ну, вот, видите, какой-то год. Да, там, 70-й год. Ну, и 70-й вообще другая экономика была. Поэтому здесь прямые параллели однозначно проводить нельзя. Единственное, что, ну, вот, если безработица начнет расти, это не то, чтобы прямой признак предстоящей рецессии, да, но, скажем так, если посмотреть на историю, то сначала идет инверсия в долговых бумагах, что уже было и, кстати, сохраняется. И второй период, да, это вот рост безработицы. Ну, хотя это мало о чем говорить. Так же, как и не до нонфарма, я вас уверяю. Потому что нонфарм – это вообще прошедшая тема. И в 15-м году еще была какая-то реакция. Сейчас уже однозначно нет. Важно другое. Важно, на самом деле, это ОПЕК. И мы это с вами тыл дычим уже каждый брифинг, наверное, с начала февраля. 4-5 числа должно состояться заседание ОПЕК, на котором должно приниматься решение о будущем, так сказать, нефтяного рынка. Напомню, что по последним данным, саудиты хотят понизить даже не на 600 тысяч баррелей в сутки, совокупный объем добычи, а на, получается, не на 600, а что, на миллион, да? На миллион баррелей в сутки они. На один миллион баррелей в сутки. То есть, то, что нефть заваливается, они считают, что надо краны не то, чтобы прямо сейчас закручивать, а закручивать, да еще очень сильно. Один миллион баррелей в сутки. Это очень много. Ну, это не очень много, но в текущей ситуации это не совсем выгодно. Не совсем выгодно для кого? Для России, в первую очередь. Это та у нас становится камнем преткновения. Хотя в последнее время мы сами читаем информацию о том, что типа Новак утверждает, что, ну, типа, все нормально. Там мы разговариваем с аудитами, и мы все на Фоксе, все на связи. То есть, вкидывают все равно, как ни крути, интервенцию относительно дальнейшего будущего. Итого получается, что внимательно следим мы с вами за встречами ОПЕК, которые состоятся 5 и 6 марта. Причем 5 числа состоится 178-я внеочередная встреча конференции ОПЕК. Ну, короче говоря, они просто съедутся. Основная дата-то будет 6-я, потому что это будет 8-я министерская встреча ОПЕК, ОПЕК+, где будут приниматься решения о том, снижать объем добычи, либо не снижать. Итак, как на это отреагирует нефть? Если они не договорятся ни о чем, ну, то есть, о чем суть вопроса, да? У них есть соглашение, согласно которому они ограничивают объемы добычи, и это соглашение прекращает свое действие с первым кварталом 2020 года. Все. Пока никаких других договоренностей нет. Саудиты хотят, чтобы понизили объем добычи на 1 миллион баррелей в сутки, плюс продлили это действующее соглашение до конца 2020 года. Если и то, и другое, так сказать, произойдет, то это, наверное, поддержка для нефти, и нефть действительно там пойдет в цене, и может быть даже выстрелит как ракета, как многие там уже, ну, не многие, ну, как некоторые, скажем так, ждут. Это, конечно, хорошо, но вероятно, что произойдет именно так, мне кажется, очень-очень мало. Все-таки Россия будет торговаться, и если не будет никакого соглашения, вообще никакого соглашения, и даже если они там продлят сделку, да, на второй квартал, да, что вроде бы позитивно для нефти, но это очень мало. Спроса нету, угроза спроса большая. На этих новостях нефть провалится, может провалиться еще больше, несмотря на то, что она на отрицательных значениях находится. Дальше. Если будет, значит, продлено на второй квартал и на 600 тысяч баррелей в сутки, ну, то есть, такое средненькое положение, то это вроде бы позитив, но, наверное, недостаточно для того, чтобы нефть начала расти. Поэтому смотрите, какая ситуация была, во всяком случае, в конце 2018 года, когда ОПЕК впервые согласились на программу снижения объема добычи, которая действует по состоянию на сейчас и продлевает ее в середине 2019 года, вот когда они договорились, там в декабре 2018 году нефть после этого провалилась еще на 20%. Поэтому я нисколько не исключаю, что даже если они договорятся о дополнительном сокращении или о продлении действующей сделки ОПЕК+, все равно нужно ждать возможное падение местных котировок. Все. Это не значит, конечно, что надо шортить, ну, там страшно, да, но это будет для меня, честно говоря, значит, что просто раздают нефть по достаточно выгодным ценам. Ну и последнее, что хотелось бы сказать, следите, пожалуйста, за нашим информационным телеграм-каналом, я туда оперативно пишу те новости, которые могут повлиять на рынок, следите за нашим ресурсом, нашим агрегатором новостей, круглосуточные, 24 на 7 он работает, где фильтры настроены таким образом, чтобы постараться максимально классную информацию для вас выудить, это Market News, ссылка есть, безусловно, в описании к этому видеоролику, и еще у меня появился с недавних пор Instagram, рождение которого мы отмечали, так сказать, в пятницу, в пятничном стриме. Это основные события, ну, а то, что там коронавирус, как он развивается, я думаю, что вы это узнаете и без меня, и из других средств массовой информации. Мы с вами сделали отметочку на том, что важно для рынка, что и чем будет, чем и как будет рынок жить, на мой взгляд, на предстоящей неделе.